Доброе утро! Сегодня у нас утро в парке. Да, мы в парке. С утра. Восемь утра мы в парке. Сейчас. Мама вот кофе взяла. И это мамин завтрак. Дёма-то уже позавтракала мама. Дёма будет голубей сейчас гонять, да? Нет. Нет? Я это кормить не хочу. Кормить хочешь? Ну давай, корми, только чуть-чуть. А зачем же так много бросил? Надо по чуть-чуть бросать. Вот так? Да, вот так, по чуть-чуть. Горбик. Ты моя чудо. Дёма говорит, а где все детки? Нету деток? Я говорю, вся площадка твоя. Ну-то почему нету деток? Видите, пусть ты. Это мне? Начало девятого. Никого нет. Давай, скалолаз. Я на лавочку сяду, хорошо? Можно? Или тебя подстраховать? На лавочку. На лавочку? Да. Хорошо. А там стоит рояль. Хорошо, иди. Вот, и каждый желающий может что-то сыграть. Тут реально с утра концерт. Там какой-то парень сидит, играет так классно. Всё вообще. Я не знаю, слышно вам или нет. Да. Под Moon, я не знаю. Не знаю, слышно? Всё. Что расстраивает т deed? Нет. Так... это уже второй раз чистим зубы после еды поел яблоко ведь я хочу зубы посетить мы с Демкой приехали на футбол а ну иди вы туда к окошку я тебя покажу такой футболист прикольный только он плачет он не хочет детьми играть поехали домой в общем не знаю что три занятия мы оплатили твои занятия да твои можно в чешках можно в этих кроссовках мы взяли чешки не бойся ребят хорошо заниматься готовы да тренироваться будем да а давайте у нас по вашей ленте пусть и быстрее письмо бутерброд или письмо письмо давайте сделаем письмо Андрюха давай чем ты находишь? кенчиком? а чем? если я тут рядом сажу то он не плачет с детьми что это колотить? ну что же он у меня такой такой мамин о чем ты плачешь когда это меня как поставить取ло целую мамин А что ты плачешь? Вон он. Дева, что касается уборки. Ну все, по чуть-чуть, по чуть-чуть начинаем привыкать. Я думаю, взять ему профессиональные тренировки, чтобы он привык. Ну что, мы едем с футбола. Вы видели, да? У меня мамин сын, который от мамы никуда. Но в конце уже игры, он уже играл. Но мне все равно приходилось быть в зале. Ты не плакал, да. Но сначала ты плакал. Тренеры пытались его забрать, но ничего не получалось. И вот он возле меня сидел. Потом, конечно, я говорю, покажи маме, как ты забиваешь голову. Вот он начал играть. Но я же говорю, чтобы я, например, вышла, а он остался. Поэтому я сделала так. Договорилась о тренировке персональной. У них есть такая услуга. Вот. У Демы, кстати, есть вот такой вот дневничок, где отмечается все. Это, по-моему, игол отмечается. Вот. И договорилась о тренировке персональной. Она стоит 400 гривен. Если брать 10 тренировок, то тогда получается 370, 3 700 или 3 800. 3 700, по-моему, да. Вот. Я сегодня заплатила на завтра уже 400 гривен. Посмотрим, как будет. Я думаю, что он привыкнет, если он будет заниматься постоянно. Сначала пока сам привыкнет вообще к залу, к тренерам. И потом, наверное, уже с детьми будет. Поэтому у нас, получается, сегодня тренировка. Завтра у нас персональная тренировка. И послезавтра у нас опять с детьми. Глянем. Глянем, как получится. Ну, а там посмотрим. Я шутила. Я говорю, Дема, если не будешь играть тогда в футбол, тогда куда мне тебя сдавать? Я говорю, дам тебя на балет. Тренер услышала, говорит, Демид, только не на балет. Пошли играть в футбол. Тоже смеялись так. Вот. Ну, едем сейчас домой. Я хотела... У меня дома такой шикарный суп я приготовила. А он говорит, я хочу кушать в кафе. Я хочу в кафе. Везу его в кафе. Может, домой лучше поедем? Нет, а я хочу ехать в кафе. Все. Все. Сама виновата. Мы, когда выходные, мы всегда гуляем и по кафе. Ника любит очень кафе. Всякие вкусности, всякие пироженки. Ну и, соответственно... А я пью. И ты и пироженки. Вот. И теперь уже все. Вот он говорит, я хочу... Мы еще вчера завтракали в кафе. Ну, вчера была такая классная погода. Мы на веранде сидели, завтракали. Сейчас будем на веранде сидеть, обедать. И я думаю, что надо прекращать эти похождения в кафе. Вот. Ну, ладно. Уже сегодня за его футбол. Какой он молодец был. Не сильно плакал. То отведу его в кафе. Мы кушаем в какао-блюз. В принципе, мне там нравится. Ну, конечно, в последнее время чуть испортилось. А так... А так вроде бы неплохо. Вот. Вот. Детское меню. Я Денке села куриный бульон. Тут есть много свой тест. А мне можно это? Можно, можно. Все уделено. И это можно. И... А это? Вот. Вот это вот. Круть-вертик. Тут суре, картофельное. И... А мне можно это? Ну, я не знаю, из чего котлета. Но я не могу. А это можно? Можно, можно. Я ему бульон беру. Блин, дома такое классное. Я встала в 6 утра. Сварила ребенку. Манеке и Денке. Классный сур. Видите, что творится? Я хочу кушать в кафе. А потом будешь играть с игрушками. Надо сначала покушать. Да. Я тоже себе взяла такие флэнши. Заодно уже и с Деной поеду. Маме-то покушать. Маме-то. Маме-то. Мы после обеда зашли в игровую в кафе Какао Плюс. И читаю сейчас ваши комментарии, отвечаю на них. И многие спрашивают, почему Доминика поменяла школу. Отвечу в этом влоге. Я почему-то забыла вам рассказать. Ничего не произошло. Отличная школа. Замечательная школа. Но второй обязательный язык это немецкий. Ника просто плакала. Она говорит, мама, я не хочу его учить. Прям вообще не хочу. И получается у нее портились все оценки из-за... То есть аттестат из-за немецкого. У нее по-немецки была шестерка. И она говорит, мама, я не хочу его учить. Поэтому мы, получается, поменяли школу именно из-за второго языка. Она хотела французский. Мы начали искать, чтобы недалеко от дома. Ну как, на районе. Чтобы тоже была гимназия и хорошая школа. Но чтобы второй язык был французский. Поэтому вот так вот и поменяли. Причем поменяли, можно сказать, вот 28 августа. Мы пошли в новую школу и поменяли. И все. Потому что я до последнего говорю, Никульна, пожалуйста, ну классная школа, ну зачем уходить? Вот. И она говорит, мама, я все понимаю. Со своими друзьями не хочется расставаться. Но я, говорит, хочу учить французский. И сейчас вот неделя, как она в школе, и она кайфует. Она уже получала хорошие рекомендации от преподавателя по-французски. Ну вы видели, да, во блогах, что у нее хорошо получается. Потому что она хочет его учить. Вот из-за этого ничего тайного. Да, Демка? Да. Пока Демка спит, мама готовит. Ника любит на ужин гречку с курицей. Я добавляю туда еще лук и томидор. И все это тушу в мультиварке. Засыпаю кашу водой. Солю, перчу, лавровый лист. Ставлю на режим быстро готовка. И все, буквально через 8-10 минут все готово. Ну что, это называется с почином. Ника сегодня ездила, то есть ехала сама на метро. Первый раз. Первый раз сама. Я прям не знаю. Я за тебя горда. Что ты девочку пожить? Хорошая, умная, домохозяйка. Боже, ты красная такая. Что с тобой? Жарко просто на улице. А волосы почему отреплены? Потому что жарко. И поэтому ты их трепала, да? Когда вышла из метро. У меня, между прочим, сегодня три хорошие отца. Не-не, подожди, объясни мне. Обычно, когда жарко, наоборот, люди закалывают волосы. А мне было жарко, когда у меня легко лежал косо. Просто так красивее. А, ну вот с этого и надо начинать. А я завтра тоже сама поеду? Не знаю. Просто сейчас Демка спит. И чтоб его не будить, и она не ждала в школу, то я ее... Ну и плюс я кушать готовлю. Поэтому надо было все выключать, оставлять. Ну, идти до метро долго очень. Идти до метро или... Идти до метро. Что, серьезно? До метро очень, очень мало. А до метро шагать. Да ладно. Что-то... Это знаешь же, где... Я не помню, как это называется. Так у тебя там через парк, и ты уже в метро. Это через парк, это нет, это ты не угадала. Как не угадала? Я там ездила. Так через парк это далеко. Да, Ника, ну ты че? Красавец. Я на поздняках села. На поздняках это далеко, мама. Это не далеко. Я, между прочим, шла больше, чем 20 минут. У-у-у. Тогда понятно, почему тебя так долго не было. Я переживала. Все, значит, не будешь больше ездить. Э-э-э. Ты жалуешься? Нет. Да ладно, ладно. Я буду просыпаться в 6 утра и в 7 выходить. То есть ты хочешь в школу сама ездить? Конечно. Ну, все. Ника у меня уже выросла. А я тебя вкуснятина приготовила. Угадай что по запаху, давай. Это... Может быть, гречка с мясом. Точно! Да! Я вам говорила, что она любит. И вот что в итоге получается. Ника очень любит. Да и я, в принципе, люблю. Идемка с удовольствием ест. Очень быстро готовится. И реально очень вкусно. Даша, спасибо за подарок. У меня детвора тут тащатся от этого робота. Трек такой прикольный. Так, нет, подожди. Вот так вот. И это еще не все. Только что приехал курьер и привез вот такой вот тубус. Мы не знаем, что здесь. Что это? Это баночки с напитками. Класс. Витамин С и С. Вау. А, это с этого. Это энергетика? Смотри, фирма. Эмвей? Да. Прикинь. А что это? Сейчас мы будем читать. Девочки, кто знает, кто на Эмвее? Кто в курсе? Напитки с алкогольной, энергетичной, низкокалорийной, слабогазованной, с кофеином, витамины ГРОНС. Это маме. Это маме, чтобы вот я утром буду выпивать и зарядку энергии на целый день. Ой, я тоже как-то попробовала. Это тубус такой. А что в тубусе можно? Девочки, какие варианты? Что можно класть в такой тубус? Когда, например, листочки на А3, например, несешь презентацию, положить в такой тубус и будет удобно не таскать его. Как вариант. Я буду рисовать красивые картины. Облака, радуги, итальянские улицы, эльфиуэ, башни. Мы знаете, что сейчас придумали? Сейчас почти 7 часов, мы хотим поехать в Мистер Попс. Нет, 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 мороженое. А в Киеве только 3 места есть с этим мороженым. И есть у нас в районе на Анне Ахматовой 22 в Мистерии. Называется Мистер Попс. А, Попс. Да, и мы сейчас, наверное, поедем. Там очень вкусное мороженое. Вот я вчера ела с кокосом. Ну, такое. Оно, знаете, как никакое. Просто вот такое кокосовое. Оно натуральное. Но самое вкусное там с маракуйей. Такое вкусное. Поэтому, Ника, давай поедем. Давай. А можно я завтра в школу выпью? Да, конечно, можно. Класс. А их можно? Будешь как энерджайзер бегать по школе, да. Можены не ограничивались. Приехали на Днепрскую набережную. Я боюсь. А чего ты боишься? Хорошо, я помогу тебе. Приехали не просто набережную погулять с Дашей и Софийкой. Вот. Вы идете на Попис? Да, идем. Да. Погода шикарная. Просто шикарная. Вы будете так любить степень. Реально лето. Так классно. Сейчас уже полвосьмого и погода шепчет. Мы приехали на закат. И смотрите, на закат мы опоздали за то, какой вид сейчас. Очень классно. У меня в машине был плед. Мы сейчас на нем лежим и кайфуем. Тут, кстати, еще... Аккуратно, емочка. Кино можно смотреть. Сейчас надо будет, кстати, узнать, когда. Давай, Горя. И тут еще люди кальян курят. На буфиках отдыхают. Дима, я просто визуал. Я кайфую. Мам, это кто? Да? Это конфетка. Что Даша тебя угостила? Я в море. Нет, в море нельзя конфетку бросать. А почему? А куда ты его хочешь? К водичке ближе идем. Они только что сидели на берегу и разговаривали между собой. Я намокну. Разговаривали. Я намокну, говорит. Я близко не подойду. Я намокну. Я боюсь. Я боюсь. И мышь в воду. В воду кинуть? Да. Ну, кидаешь. Что там было у Сонечки? Что там было у Сонечки? Наверное, песочек. А можно вот так вот копать. Так классно наблюдать, как малыши между собой общаются. На. На, Демидушка. А когда Сонечка допьет, Сонечку ты когда допьешь, видимо так вот копать? Под свет. Под свет идет. Работает. Главный художник по свету, пожалуйста. Мам, я ему скомкаю лопачку от сокола, он теперь ей копает. Вот. Мы просто не плани... О, да. Мы не планировали, что мы попадем в Днепру и думали просто будем на площадке. И не взяли им ни лопаток, ничего. У Сони нормально рука копает. Да. Я смотрю, мы сегодня так нормально попали. Ну, мы можем взять, да. Сейчас флипы будут. И тут люди сидят в полянке. Мы сейчас с Дашей наверное поедем домой. Ответем детей, да. Пораздаем мужьям. А сами приедем сюда. Я не против. Клипы смотрите отдыхать. Что делать? Да. Мам. Ау. Я не против. Угу. Я еще уроки делаю. Я тебя отпускаю. Спасибо, дорогая. Это мой главный отпускальщик ты. Да. В общем, твой влог я на этом заканчиваю. На такой красивый, позитивный носик. Вот таким видом. И до завтра. Завтра будет новый год.